21 апреля 2024 год. Еще раз поздравляю все украинские и проукраинские силы с принятием пакета помощи на 60 с лишним миллиардов долларов. Очень рад подчеркнуть, что, как я говорил, не было повода для пестимизма. Шесть дней назад, шесть дней назад, я только что специально посмотрел на ютубе название, нападение в мать называется. Я говорил о том, что что вы паникуете, что напали на Израиль эти орки из Ирана. То есть это будет только в масть Украине, где мировое сообщество только одуплится и быстрее начнет принимать решения по поводу Украины, Израиля, Тайваня, блокировки российских ресурсов. Шесть дней прошло, я даже такого не ожидал. При всем моем оптимизме пожизненном, прижизненном, до конца, наверное, жизненном оно у меня останется. Я не ожидал, что в течение шести дней примут пакет, который до этого семь месяцев не принимали, с октября прошлого года, ребятки. Это раз. То есть, учитывая такую способность к прогнозированию, я свой вчерашний прогноз на то, что если дадут пакет, то война с 98% вероятностью закончится в этом 2024 году. Рашкостан мы выгоним с Украины, перебьем здесь кто, не успевает вздреснуть. Пересматриваем в пользу того, что на 99,5% вероятность того, что у нас закончится война в этом 2024 году. Спасибо. Почему у меня такие, ну, к этому основания какие? Посмотрите. Во-первых, ресурсы, опять же, сразу после подписания этого документа, принятия в Конгрессе, начали россияне тут лупить как не в себя. Арта, блин, нафиг, ну, полетело все, что хочешь, да? Ну, то есть, всю ночь там они гудели. Но, по этому поводу я час ночи записывал видео, что не надо паниковать по этому поводу. Это говорит часто о том, когда люди выстрелят противник снаряда, что он просто хочет избавиться от быка и вздреснуть, блин. Так что, вполне возможно, это как раз этот вариант, чтобы не доставалось нам его вооружение. А тут дело от нескольких недель, там, пару-тройки, когда до нас дойдет вооружение американское, да? Теперь, смотрите, я же говорю, они атакуют нас на уже какой-то, на мотоциклах, на Уралах, на машинах, блин. Серьезно. А вчера я посмотрел, вот Медуза, нет, Медиазона и Би-Би-Си делают поименный список погибших россиян. 51 тысячу они уже насчитали, поименно каждого человека установлены, кто, как, когда, где погиб. Есть могилы, есть некрологи. Из них пятая часть, каждый пятый, это зэк. Вы понимаете, с каким отребием мы тут воюем? Ну, их много просто. Ну, поверьте, мы справимся. И еще, кроме того, если нам сейчас подойдет это вооружение, россиянам будет не до того, да, чтобы с нами тут сильно воевать. И очень большая вероятность, что в этом году уже все закончится. Потому что, я не знаю, Путина уже месяц никто не видел, я не знаю. То, что он в зеркалах не отражается, это понятно. Но где этот пляшивый гном, блин, сейчас? Ладно, мне не очень интересно на самом деле. И еще мне там, я там благодарю, что вот, спасибо там немцам, спасибо голландцам. Он вчера вот эту вот бойцовку дали, боевуху дали, говорят, бельгийская. Бельгийцы нам помогают. Ботинки мне дали 51-го размера, британские, представляете? То есть, конечно, всем спасибо мне пишут в комментариях. А что ты меня не благодаришь за то, что я в СВО не пошел? Конечно, молодцы. Кто сюда не пошел, конечно, вы красавцы живы будете, может быть, понимаете? Подольше проживете. Конечно, достаточно того, просто не идти сюда, в Украину, для того, чтобы удлинить себе жизнь кратно, понимаете? А кроме того, там, если еще найдутся ребята, которые вовремя одуплятся, то, ой-ой-ой, сейчас же придет сюда, я не знаю, какой-то ГАГский суд и начнут вычленять, кто тут на каких производствах работал военный, кто кому в войне помогал, как бы это чем не закончилось, и начнут песочек там какие-то механизмы танковые российские посыпать, взрывать там рельсы, узлы, железнодорожные мосты, а потом говорят, смотрите, ребята, я был антифашистом, вот там документальное свидетельство. Так что занимайтесь, ребята. РДК там, русский добровольческий этот корпус, не должно быть единственным на 140 миллионов россиян, которые занимаются тем, что обнуляют, блин, этот Рашкостан, этот просто путиноидный какой-то рай, я не знаю, 25 лет человек сидит. Не будем, блин. Понятно, да? Еще раз поздравляю, я там, осталось, то есть в Сенате его подписать, во вторник подписывают, и потом Байден, Байден, конечно, я ночью сказал, что Трамп, конечно, не Трамп, но вы должны меня простить, я на нервах после дежурства пришел там по... Ладно, оправдываться, все, все очень хорошо, ребятки. Старайтесь выжить, старайтесь как можно больше орков перемочить. Ждем очень хороших известий к июню. А, и наши же там, СБУшники, расхренячили вчера эти. Боже, какие молодцы. А, смотрите, что будет признаком. Смотрите, когда Крымский мост расхренячил. Вот когда... Это ж, ну, я, конечно, не знаю, как сержант вооруженных сил, когда это решат сделать. Ну, это будет первым признаком. Начало. Так вот. Продолжение следует...